Всю квартиру забрали, забрали, хакемед. У нас, да, хакемед забрали. Трехкомнатную квартиру забрали. И у нас одну комнату. У моей дочки, которая жила по адресу Паркенская, 20, квартира 7, отфисковали квартиру. Квартира наша находится на Паркенском улице, 11 дом, 51 квартира. Она в этой квартире жила с 2005 года. И это было ей удобно рядом с работой, рядом с учебой. Но так получилось, что в доме меняли трубы, и ей немного не хватило денег. Я решила сдавать квартиру, чтобы оплатить коммунальные услуги. По адресу пришла женщина и сказала, что она хочет жить в этой квартире с двумя детьми. Это по объявлению зашла. Ну, конечно, я ее раньше один раз видела, она работала домработницей. Но в этот раз я вижу, она более одетая, более нормальная. Она говорит, я вышла замуж. Вот мой муж хочет квартиру, я с двумя детьми, у мамы не могу. Я хочу с семьей жить. Это Абдуалиева Гузал Тараповна, девушку звать. Я говорю, ну ладно, если вы семья, то я согласна. Но я еще ей сказала, только вот семья. Я другое говорю, я первый раз сдаю, я тоже как бы боюсь сама. И решили тоже оформить это все. Но эта женщина, ее звали Абдуалиева Гузаль. Она, оказывается, ранее была судимая, но в этот момент мы не знали. Мы только видели ее слезы и что она хотела в этом доме жить с детьми. Моя дочь поверила, дала ей ключи 1 октября. Получилось, что 11 октября она туда запустила парочку, парня и девушку, и за ними пришла милиция. Ночью, 11 октября, дочку мою вызвали соседи. Я пару раз входила в квартиру посмотреть, она там все была нормально. Как бы я не замечала ничего, там все аккуратно, чисто. Я говорю, а где дети, я спрашиваю. Да, дети сейчас там это самое, лето, сейчас они пошли, это, то, 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 то. И я думаю, ну ладно. И каждый раз, когда она хотела мне платить деньги, она старалась, чтобы я туда не ходила. Я узнаю всю правду, когда меня вызывают в этот, в РУВД. Это когда было? Это 12, да? 11, 11 ночи, они этот самый, мне 13 вызвали, да, Карума Тепуа? Я самая последняя пошла туда. И 13, когда я пошла, я увидела, я была в шоке. Я думаю, что случилось? Я вообще не поняла, в чем дело. Потом я поняла, что это оказывается, она берет и у нее, вот первый раз там я ее дочку, да, увидела. И она берет и сдает другим людям. Она действительно сдавала квартиру другим людям? Не знаю. Или милиция просто объявила, что она сдавала? Она, оказывается, сдает. Я не знаю, эти люди, которые там были, парочки, они признались в том, что они взяли, они отдали деньги, чтобы там быть вместе. Одна парочка была? У меня, в моем квартире одна парочка, у нее тоже одна парочка. В общем, сделали дело у нас на руках. У нас на руках это уголовное дело. И, прочитав его вместе со специалистами, это и следователи РОВД, и адвокат, бывший работник прокуратуры, они нашли очень много фактов, которые говорят о том, что это дело провокационное, после которого обозначили наше жилье как орудие преступления, и судом от первой инстанции Мерзулупекского района и судом городской консисковали ее. Я, честно говоря, не ожидала, что от нас будет конфисковать квартиру. Я думала, что нас будет штрафовать, поскольку мы не в курсе. И она в суде призналась, что она обманула нас. Она призналась в том, что она нас обманула из-за того, что она хотела зарабатывать деньги. Ну, они оформили как притон, естественно, эту статью поставили, 131-ю. Но вот так, если взять, там действительно не было никакого притона, никакого доказательства о том, что там что-то. Притон оформляется по-другому. Это квартира нормальная. Ну, я не знаю, мы адвокат когда взяли, он адвокат сам тоже был в шоке. Говорит, как может так? Просто взять и притон оформлять, когда нет доказательства. И как орудие преступления взят и конфисковат квартиру. Да, конфисковали. А сейчас что? Все, квартиру забрали, хакимят. В конечном итоге все говорят, что решение, вернее, приговор первой инстанции Мерзулубегского района верный. И никто нам не хочет возвращать квартиру. Я так думаю, явно это все подставное, потому что парочка тоже была не такие. Не похож был на проститутку, а этот не похож был на нормального человека. Они вроде образованные, нормальные люди. Они были похожи на тех, которые комментируют. Да, мне кажется, их там сказали, вот так будете вести себя. Они так себя вели. И это было видно во время следствия, во время суда. Они так, мы сами в шоке. И как этот самый. Если человек действительно так же, это же видно все-таки. Он вообще упадет в этот. И потом видно, что этим они занимаются. Они этим не занимаются. Понимаете? Видите, совсем не. Ну, это было все сформировано, сфабриковано, мне кажется. Специалисты говорят, что да, это не орудие, это только место преступления. И специалисты говорят, что трижды судимая Абдувалиева, это не только она преступница, а она, наверное, такой человек, который работает вместе с этими правоохранительными органами. Если она за ночь может государству сдать две квартиры и сказать, что там у нее притоны. У нее была ситуация, что там в этой квартире должны были жить молодожены, никто не жил. А у моей квартиры ситуация, что нам там трубы меняли, и дочка одна, незамужняя. Хотя в документах в дальнейшем и на судебных, на всех мы видим, что моя дочка оказывается замужем, без работы. Хотя у нее есть стаж, на государственной работе уже 12 лет она работает в одной организации с образованием. Это третий раз она судится. Когда она произвела? Нет, не знаю. Знаете, это третий суд у нее. При этом она два года административный получила. Это трижды судимая. Да, трижды судимая. Этим же статьей. Этим же статьей. Этим же статьей. Я вообще в шоке. То есть еще раз какая-то квартира была третья, да? Нет. Раньше она, вот в 16-й год же это было, она в 15-м году, в 13-м году, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, вот это было у нее. То же самое статья, да? Да, то же самое статья. Она этим занимается, кажется. Это ее профессия. Это ее профессия, кажется. Мало этого, она в документы, она в суд предоставила документы, что у нее справка болезнь раковая, что она болеет раком, очень тяжелой степени. И поэтому ей нужны деньги, поэтому она так зарабатывает. И что у нее семья, дети, и поэтому... Да, она разведенная, двое детей, и вот эта вот болезнь, поэтому ей два года административно дали, и все, а наши квартиры забрали. Она подставила ваши квартиры... Мне кажется, она работает. В последние 2016. Она, мне кажется, работает с этими людьми. Она работает с этими людьми, потому что в документах, которые мы в уголовном деле, мы увидели часы, которые не говорят, что милиция пришла. Там обращение Махалинского комитета было за три дня до этого случая. Было написано так. Какая милиция, какое РОВД три дня ждет, чтобы прийти проверить квартиру при нашей тяжелой жизни? Никто у нас дело не смотрит. Они подтверждают, повторяют то, что было изначально. Вот приговор был. Все районы. Вот это подтверждает. Или у них такой закон, я не знаю, поддерживать друг друга. Или я не пойму. Или у них времени нету заниматься людьми, проблемами людьми. Или я не пойму, почему они не смотрят, хотя мы все открыли, все заново изучили, все поставили по полкам, чтобы они это посмотрели. Но результат одно и то же. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok